Привет моим девочкам и гостям моего канала. Заранее извиняюсь за голос, я простывшая, но решила не откладывать видео на потом. Это заявка, и судя по названию, вы уже поняли, видео о волосах. История с волосами у меня долгая, у меня были операции, и часть волос у меня выпала, и вот сейчас уже вот отросло. У меня были моменты, когда я очень хотела обрезать волосы, но я этого не сделала, и сейчас в принципе рада. Единственное, что надо перетерпеть, переждать, чтобы отрастить длину на вот этих волосах. Конечно же, многие из вас подумают, можно постричься под эту длину, но я не хочу избавляться от длины своих волос. В принципе, так особо не видно, сейчас я специально помыла голову, не накрутилась, потому что когда волосы накручены, тут слегка тоже подвивается, и не видно. Не видно то, что длина разная. Сейчас, я же говорю, я только-только искупалась, высушила феном волосы, и результат вы видите. И для того, чтобы был хороший внешний вид, мне приходится поработать над ними, хорошо за ними ухаживать. Как я за ними ухаживаю, сейчас я вам покажу. Оставайтесь со мной. Начну, пожалуйста, со своего мастхэва зимы. Почему я упомянула именно зиму? Потому что для волос, так же как и для тела, так же как и для лица, требуется специально подобранный уход. То есть, для волос также надо зимой использовать питательные маски и шампуни. У меня уже не один год. Любимая вообще мною процедура, вот она, я забыла еще взять одно средство. Это фирма Лэндон. Кстати, я тоже очень люблю именно Лэндон. Я не знаю почему, вот как-то моим волосам очень подходит. Это косметика для волос, салонная, и ее, в принципе, можно подобрать в любом салоне. Ну, или, может быть, по фирмам. Я, в принципе, могу оставить контакт, где беру я, но чтобы вы не подумали, что это реклама. Это бразильский орех. Он дает питание волосам. Мне очень-очень он нравится. Почему? Он убирает вот этот вот эффект, когда волосы электризуются. Он действительно наполняет волосы как влагой, такое ощущение. Ну, это даже, ну, в общем, эффект питания. Тут литр, и мне хватает его. Я вот начинаю пользоваться с осени и весна, и еще мне даже остается. Но не могу сказать то же самое о маске. Донышко осталось. Если вы хотите попробовать, можете взять, так как это продается в объемах больших, можете взять напополам с подругой. Следом хочу показать еще одно средство. Оно чуть дешевле, но оно мне нравится именно в весенний-летний период. Это Estelle. Группа компаний, я же говорю, более эконом-класса. Но это тоже считается салонной процедурой. То есть эти шампуни, маски и все средства вы тоже сможете найти в салонах красоты. У меня здесь шампунь для ежедневного использования для всех типов волос. И насколько у меня волос сухой, ломкий, такой, ну, надо подбирать к нему уход, то здесь мне вполне подошло. Хотя можно, в принципе, я еще не пробовала, думаю, может быть, в Estelle поискать комплекс именно для моего типа волоса. Ну и тут то же самое. Тут, конечно, треть осталась, а здесь вот. Следующее, что хочу показать, это новинка, которая появилась на рынке. Мне ее прислали на обзор как блогеру. Компания L'Oreal. Это шампунь, бальзам и у меня там есть маска. Еще я просто не показала. Увлажняющий бальзам и балансирующий шампунь уход. Он с тремя глинами. Я могу сказать, что, в принципе, средство очень неплохое. Но именно мне оно не подходит. Я буду часто упоминать свою дочь, потому что у нее длинные волосы, и я начинаю за ними ухаживать, в принципе, так же, как и за своими, очень тщательно. И ей этот комплекс очень подошел. У нас чуть-чуть разная структура волоса, она больше пошла в сторону мужа по генам. У нее более такие жирные волосы, быстрее жирнятся, вообще не сухие. И когда она помыла волосы этой шампунью, они рассыпались, они блестели. Но действительно я увидела результат. И бальзам тоже очень хороший. Когда я помыла голову, волосы действительно блестели, хорошо пахли, так же рассыпались, но они были сухие и электризовались. То есть мне этот комплекс не подошел. Если у вас сухие волосы, я думаю, что вам он не подойдет. Если у вас волосы ближе к нормальным или жирные, то попробуйте хорошее средство. Это три уникальные глины. Вот такой вот комплекс. Еще есть масочка. Шампунь Лив Делана. Я получила этот шампунь в подарок на Новый год от блогера. Мы с девочками менялись посылками. И мне в посылке была вот такая вот шампунька. Маше огромное спасибо, она угадала. Шампунь очень классный. Classic Beauty, Shine Classic Beauty, Лив Делана. Шампунь для блеска и сияния волос. Это Беларусь. Кстати, белорусская косметика именно для волос мне очень нравится. Мне она вообще подходит. Мне кажется, любая. И вот этот шампунь прям супер. Что она дает? Тут специально подобранный комплекс. Бережно очищает волосы и кожу головы, сохраняя липидный баланс, не нарушая работу сальных желез. Вот действительно это верно. А еще хочу обратить ваше внимание на шампунь от Avon. Насколько я люблю уход именно профессиональный, но этот шампунь мне действительно очень понравился. Он тоже пришел мне на обзор и, ну как, думаю, ну ладно, попробуй. Я была в восторге. Он питательный, поэтому, наверное, он мне понравился, потому что начала я им пользоваться ближе к холодам, и волосы не электризовались. Для меня это очень важно, потому что в зимний период шапки, свитера, ну волосы постоянно электризуются. Вот когда я помою волосы с питательным шампунем, электризации этой нету. Это с маслом и рогами всесторонний уход. Питание для всех типов волос. Осталось еще пару средств, которые я хочу вам показать, но это, наверное, на любителя, потому что я не увидела в своих волосах блеск, от какого обещают, ну и тому подобное. То есть, в принципе, неплохой шампунь, но чтобы я была от него в восторге, нет. Это Калос Косметикс. Вот, здесь целый литр, и, как видите, он никак не закончится. Время от времени я мою им волосы для того, чтобы волосы не привыкали к шампуням одним и тем же. То есть, перерыв всегда надо делать. Ну и дочери иногда тоже мою голову этим шампунем. Но шампунь никак не закончится. Это Венгрия производства. Ну, по крайней мере, тут так написано. Почему-то я думала, что нет. Этой же фирмы Маска. Калос Косметикс. Омега. Тут описание очень классное, но пока я, наверное, не распробовала. Не знаю. Тут написано, что для восстановления безжизненных ломких волос обогащенное комплексом омега-6 и маслами макадамии. Дает питание волосам. Но обычно, если действительно есть питательные вещества, мои волосы сразу же это ощущают. Здесь я результата не увидела. Может быть, я еще мало попробовала. Кто пробовал, скажите. Я знаю, что, я как уже говорила, да, очень многие хвалят Калос Косметик. Опять, эта же фирма, я, кстати, в одном месте все это купила у девочки через интернет. Лаб 35. Это шампунь. Как видите, тут даже меньше, чем половинка. Какое-то время она мне безумно-безумно нравилась. А потом просто перестала нравиться. То есть даже не мне, а волосам. Я видела, что результат какой-то не такой. И поняла, что, скорее всего, что волос уже насытился этим шампунем. Надо сделать перерыв и потом к нему вернуться. И этот шампунь тоже хороша для весны, для лета. Зимой нет. Это больше увлажнение, чем питание. Лаб 35 есть много разных шампуней. Для достижения разного эффекта. У меня здесь для укрепления сухого и поврежденного волоса. И последнее, что хотела вам показать. Я думаю, что об этом знают все. Это сульсена. Сульсена это шампунь. Первый шаг эффекта ощущения. И второй шаг против перхоти. Это паста. То есть идет как, наверное, бальзам, который надо наносить и держать в течение 20 минут. Это для тех, у кого перхоть. И перхоть у меня иногда бывает. То есть перхоть это сиборея. Я ходила к трихологу. И когда трихолог посмотрела, говорит, да, есть сиборея. Я порекомендовала мне вот это вот средство, которое можно купить в любой аптеке. И действительно помогает. Но сульсену нельзя использовать на постоянной основе. То есть вы можете использовать в течение месяца на постоянной основе. А потом потихонечку уходить. Я, по-моему, в своих видео уже рассказывала, как выходить, как рекомендовал врач из сульсены. Получается, что вы моете сульсеной голову. Например, если вы моете шампунью с сульсеной 3 раза в неделю, то после месяца убираете одно мытье. Используете только обычную шампунь. Два раза сульсена, обычная шампунь. Так, неделя. Потом один раз сульсена, два раза обычный шампунь. И третья неделя сульсену убираете. И пользуйтесь шампунью. И только раз в месяц пользуете сульсену. Потом сульсену вообще убираете. Так порекомендовала мне трихолог. Что я, в принципе, иногда и делаю, потому что у меня очень сухая кожа вообще всего тела, головы в том числе. И время от времени бывает такое, что я вижу у себя в волосах, в корнях перхоть, что, естественно, мне не нравится. Шампуни мы закончили. На следующей неделе я покажу вам свой уход после мытья головы, какие средства я использую и почему. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и до новых видео. Ваша Запорожская. Пока-пока. Продолжение следует...